Добрый вечер, в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты, в студии Наталья Белыш. Обострение на Донбассе. В результате атаки боевиков возле поселка Крымское погибли четверо наших бойцов. День флага. Как отмечали день украинского стяга в стране и за ее пределами. Британская стоп. Чем грозят Москве новые санкции Лондона? Четверо украинских воинов погибли. Семеро были ранены во время жестокого боя возле поселка Крымское на линии обороны вдоль Бахмутской трассы. Это недалеко от областного центра Луганской области севера Донецка. После артобстрела в районе 6 утра боевики массированно перешли в атаку на одно из наших креплений. Враг использовал запрещенные Минском орудия большого калибра, а также БМП и гранатометы. После продолжительного боя прорыв противника удалось отбить, но ценой жизни украинских бойцов. Командуванием бригады для відсечения нападу застосованы резервы и нанесено вогневое уражение, внаслідок чего атака противника была отбита. Проте, на превеликий жаль, Украина понесла непоправные втрати. Внаслідок этого 5-часа боя загинуло 4 украинские военнослужащие. Атака была спланирована после артподготовки. Подразделение российских войск пыталось прорвать нашу оборону. Этим Москва демонстрирует откровенное игнорирование Минских соглашений. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Четверо украинских героев отдали життя для захиста украинской земли. Семеро было поранено. Но, своё время перегрупировавшись, открывши вагоню в ответ, используя резервы, атака была отбита. Восемь бойовиков было знищено. Більше 11 поранено. Повністю відновили лінію зіткнення. Это еще одно подтверждение двух фактов. Первое. Россияне подступно, порушивши перемирие, Минские угоди, пытаются атаковать позиции наших войск. Петр Порошенко сказал на церемонии открытия выставки о модернизированном вооружении в Киеве. Техника отечественного производства без комплектующих из России. Укроборонпрома удалось практически отказаться от таких закупок, заявил президент. И сейчас отечественная оборонка работает над созданием нового оружия по натовским стандартам. Технику, которая находится на вооружении армии, уже модернизируют. За пять лет военные получили почти два десятка образцов. Еще столько же должны пройти испытания до конца этого года. И уже завтра на параде будет представлено новейшее оружие. Это танк «Ятаган», оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», реактивные системы залпового огня «Альха» и «Верба». При фронтовой Авдеевке в день государственного флага установили новый рекорд. Волонтеры запустили в небо на оккупированную территорию огромное сине-желтое знамя. Причем деньги на эту акцию собирали патриоты, которые вынуждены жить на неподконтрольной части Донбасса. Колона с флагом, воздушными шарами и баллонами с гелием стартует из Краматорска. Уже через два часа во фронтовой Авдеевке флаг площадью 120 квадратных метров начинают готовить к запуску. Крепят каркас. Надувают гелием воздушные шары. Гелий – газ дорогой и не очень распространенный на Донбассе. Чтобы запустить флаг, волонтеры скупали гелий. Причем значительную часть денег на это собрали патриоты, живущие в оккупации. Да и вообще вся эта акция – их идея. Сегодняшняя мероприятия была за инициативой людей из оккупованных территорий на собранные деньги из оккупованных территорий. После небольшой концерт прямо здесь, среди полуразрушенных артиллерий домов. Среди тех, кто держит знамя, много людей, вынужденно выехавших из оккупированных городов и поселков. Таким образом, они передают привет своим друзьям, которые по разным причинам уехать не смогли. Чтобы они увидели, что флаг – это нужно. Это очень важно. Это даже в словах не бывает. Если бы я, допустим, был там и увидел это, ну это, ну как, это, ну как сказать, когда я выезжал из Донецка, и там уже были везде эти дырявые флаги, и первый блокпост, и ты видишь флаг Украины, это, ну как, мурашки по телу. К необычной акции присоединяются и местные жители. Это уже становится традицией для Авдеевки. Было интересно всегда уже, я читала, когда после того, как запустили. Вот первый раз пришли. И вот знамя взмывает в небо. С радостью и с гордостью. В сторону оккупированного Донецка его провожают под гимн. Руслан Смещук, Андрей Арковой, Руслан Ревюк. Подробности – телеканал «Интер». Под синий-желтым стягом из поколения в поколение украинцы борются за свободу и независимость своей страны. Об этом президент заявил во время праздничных мероприятий. На церемонию поднятия знамени глава государства прибыл в Днепр. В этом году в городе установили национальный рекорд. Самый большой флаг подняли на высоту 72 метров. Отныне государственное знамя можно будет увидеть из любой точки Днепра. Синий-желтый флаг. Независимо от языка и религии, этот символ объединяет всех украинцев, заявил президент Украины. Петр Порошенко на празднование дня флага приехал в Днепр. Сегодня здесь установили национальный рекорд. На высоту 72 метра подняли самый большой флаг, который когда-либо развивался над украинской территорией. Размеры – 12 на 18 метров. Сто роков назад это знаменно стало официальным стягом Украинской Народной Республики и Захидно-Украинской Народной Республики, которые объединялись в Соборную Державу. Его решетили ворожие кули в национально-визвольных соревнованиях. Петр Порошенко также поблагодарил воинов, которые под сине-желтыми флагами защищают страну на востоке. Президент рассказал, честный день знамени решил именно в Днепре, поскольку на границе этой области произошел коренной перелом противостояний на Донбассе. А перед всеми украинцами глава государства извинился за свое давнее обещание – быстро закончить антитеррористическую операцию. И теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, не важно и образность этой заявки. Люди приняли ее, как возможность завершить войну очень и очень быстро. И я шкодую, что породил завершенные ожидания. И я щиро перепрошу, что подав надею, которая не сбылась. Прикро, что дал обещанку, которая не справдилась. И прошу за это извинения. После этого Петр Порошенко вместе с горожанами принял участие во флэш-мобе. Более тысячи человек в течение трех минут меняли полотна, образуя флаги разных периодов украинского государства. Впечатляет, впечатляет. Высота и размеры флага, высота флагштока очень-очень впечатляет. А премьер Владимир Гройсман сегодня скрепил два флага, которые принесли представители украинской диаспоры. Синие-желтые знамена побывали и в Европе, и в Америке, были представлены на центральных площадях 20 столиц. И сегодня мы стоим перед выкликом защищать и ствердить свою независимость под этим государственным прапором Украины. Сегодня мы в котре можем сказать слова подяки нашим воинам, которые защищают на передови нашу прекрасную Украину. И я хочу сегодня подякувать нашим волонтерам, Соединенных Штатов, Канады, Латинской Америки, Европы, Австралии, за то, что они провели уникальный флешмоб украинского прапора. День флага отмечают уже 27 лет с тех пор, как знамя в день про возглашение независимости внесли в зал Верховной Рады. Ярослав Кендзер был одним из народных избранников, которые подарили Украине независимость. Прапор был целый день. Он выстоял вот тут, перед главным входом в Верховную Раду, растянутый, люди меняли один одного. Вот для каждого было величезной честью и подеей поднимать хоть в такой почестной варте, постоять и поднимать все великое полотнище. Тогда под аплодисменты коллег депутаты первого созыва внесли украинский флаг в зал. Сейчас знамя бережно хранят в вестибюле парламента, а в честь праздника возле стяга дежурит почетный караул Национальной Гвардии. Наталья Шумакова, Елена Миндалюк, Лариса Зубенко, Лина Зеленская, Алексей Шматов, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Во время поездки в Днепр на торжества по случаю праздника президент сделал еще целый ряд важных заявлений. Полностью его выступление вы сможете услышать в конце нашего выпуска. Дождитесь. Также и материал о том, как отмечали этот день в разных регионах нашей страны, о самых красочных флешмобах мы расскажем немножко позже. Мировые лидеры уже начали поздравлять Украину с наступающим Днем Независимости. Письма прислали президенты Соединенных Штатов, Дональд Трамп, Франция, Эммануэль Макрон, а также Латвия, Италия, Германия. Постравление украинскому народу и президенту отправил также папа римский Франциск. Понтифик написал, что он надеется, что благие намерения украинцев наконец-то принесут мир в нашу страну. С праздником наше государство поздравили также лидеры Нидерландов, Швеции, Бельгии, Австралии, Китая, Боснии, Герцеговины. 27-ю годовщину независимости Украина будет праздновать завтра, 24 августа. Украина готовится к получению нового транша от МВФ. К обмину полномочил Минфин выпустить ценные бумаги для привлечения финансирования от фонда на сумму, равную траншу. Соответствующее распоряжение уже появилось на сайте правительства. Бумаги будут храниться в депоситарии Национального банка Украины. Планируется, что миссия фонда прибудет в Киев 6 сентября для переговоров с украинскими властями. И если эта встреча пройдет успешно, то следующий транш составит почти 2 миллиарда долларов. Повышение цен на газ неизбежно. Это одно из обязательств Украины перед МВФ, которое необходимо выполнить. Об этом заявил премьер Гройсман в Луцке. Здесь он побывал на заводе «Мотор», а после пообщался с жителями города. Обо всем подробнее расскажет Снежанна Сидорук. Луцкий мотор – уникальный завод. Это государственное предприятие, единственное в Украине, которое специализируется на ремонте двигателей для военных самолетов. Мы ремонтируем практически все двигатели для тактической авиации, которые стоят на вооружении. Детали запасных частей, которые мы на сегодняшний день используем в ремонте, вы можете видеть цех, по изготовлению запасных частей, вот этот цех. Сегодня на завод приехал премьер-министр. Интересуется процессом ремонта авиадвигателя. Общается с работниками, расспрашивает о технологиях. Это статорная часть, она регулируемая, это сердце двигателя. Если двигатель в сердце самолета, то это сердце двигателя, насоса гулята. Показывают примеру и цех, которым на заводе очень гордятся. Вот здесь производят запасные детали к авиадвигателям. Кильки, часы или минуты, попробуйте, пиздеотога, я его забыл. И существует два беда испытания. Это издаточная, потом разборка, а потом конторный испытатель. Это нормальный технологический процесс. Глава правительства назвал мотор одним из тех предприятий, благодаря которым поднимается экономика страны. А вот многочисленные контрабандные схемы серьезно тормозят ее развитие. Пока мы занимались снищением тех схем, которые были, абсолютно не помечено, начали створювать новые, организованные злочинные схемы, в которых берут участь. Я наголошу на этом представители государства, разных органов. Я все мириться не буду, я не буду приховывать эти злочины, которые я вдерживаю. И поэтому я вышел в публичную площадку, я голосил войну контрабанды. Мы прикрыли два найсильнейших клана, которые управляли всеми потоками контрабанды в Украине. После посещения завода Владимир Гройсман прогулялся по Луцку. Его сразу окружают десятки человек. На улице Ласи Украинки премьер остановился. Послушать игру на скрипке девушки-музыканта. Я играла мелодию композитора «Экскорик». Я кальфую от того, что мне нравится, что я играю. И мне нравится, как люди идут, им нравится это, и они успехаются. И это классно. Из Луцка премьера отправился в Ковель, где посетил еще одно предприятие – вагонное депо. Снежина Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал «Интер Луцк». Уже с июля 2019 года тарифы на электроэнергию будут считать по-новому. В Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам начали процедуру отмены так называемой формулы «Роттердам плюс». Эта схема вызвала много споров, нареканий у экспертов. По сути, цена рассчитывалась, исходя из стоимости угля на бирже в Нидерландах. С лета следующего года, в ходе реформы энергоринка, потребитель будет сам выбирать компанию-поставщика электроэнергии. А те, соответственно, конкурировать между собой за потребителями. Кто сможет запропоновать споживачу нижнюю цену, до того и пойдет споживач. Приняли постанову, что до вызнания такого, что втратили чинность, певный перелик документов, до склада которого входит также порядок формования прогнозованной оптовой рынковой цены электрической энергии, которая предпочитает ту так называемую в народе и так называемую популистами формулу «Роттердам плюс». Переселенцам запретили голосовать на местных выборах. Такое решение принял Верховный суд. Регистрация места жительства переселенц временная и не является основанием для участия в голосовании. Таким образом, избирателями на местных выборах могут быть исключительно граждане Украины, у которых есть регистрация постоянного места проживания на территории определенного населенного пункта. Оппозиционный блок обжалует любое решение, нарушающее права переселенцев. Об этом во время своей поездки в Луганскую область заявил лидер ОПА-блока Юрий Бойко. По его словам, вынужденные переселенцы не только потеряли свои дома, имущество, был разрушен их привычный уклад жизни, а государство дает этим людям минимальную материальную помощь, всего лишь 800 гривен, и теперь у них нет даже права голосовать. Это вообще жуткая ситуация, потому что люди, во-первых, потеряли дома. Вынужденные либо уехать, разрушился привычный уклад жизни. Вот они, как граждане Украины, лишены сегодня права голосовать. И наша фракция внесла закон 4471 еще два года назад, о том, чтобы им просто вернули право голосовать, чтобы они чувствовали, что они не лишние в этой стране. Могли избирать власть, участвовать в выборах. Блокируются правящие коалиции, не вносятся даже на осмотрение. Судебный спор вокруг завода по переработке соевых бобов в Новой Каховке набирает обороты. Киевский апелляционный хозяйственный суд остановил предыдущее решение судей Хоссуда Киева. Кто нарушает законы? Как представители Фемиды обнаружили нарушение прав человека? Об этом в материале. Право собственности на завод по переработке сои по-прежнему остается за компанией Каховка Протеин Агра. Апелляционная инстанция отменила предыдущее решение судей Хозяйственного суда Виктории Сиваковой и судей Высшего хоссуда Украины Лилии Катеринчук. Более того, в апелляции, ссылаясь на европейскую практику судопроизводства, выявили нарушение ущемления прав действующих собственников. Независимые юристы уверены, предыдущее решение носило сомнительный характер. Какое-то время назад было принято достаточно сомнительное решение судами о том, что признали недействительными торги и вернули этот объект предыдущим собственникам. Это рассматривалось долгие годы в разных судебных инстанциях. И вот последнее судебное решение, оно приостановило действие решения суда, которое отменяло торги и отменяло право собственности сегодняшних собственников на этот объект. Это означает, что с юридической точки зрения ситуация выглядит таким образом, как будто бы этого решения о том, что торги незаконные и что продажа имущества была незаконная, как будто бы его никогда и не существовало. Тем временем антикоррупционные активисты уверены, что судьи Сивакова и Катеринчук находятся в сговоре со второй стороной процесса. Проведя независимое расследование, правозащитники выяснили, Указание, каким должно быть решение суда, дает адвокат времен Януковича Андрей Богдан. Более того, он открыто с экранов центральных каналов демонстрировал, что курирует в этом деле работу следственных органов. К слову, недавно в офис компании «Каховка Протеин Агра» с очередным обыском нагрянул следователь ГПО Александр Буковчанник. Активисты утверждают, что он действует по указке Богдана, так как после визита следователя на завод предприятия захватили несколько десятков тетушек в балаклавах с битыми и холодным оружием. Это все практически происходило на глазах Буковчанника. Антикоррупционные активисты требуют правоохранительные органы разобраться в действиях следователя ГПУ и судей Лилии Катеринчук и Виктории Сиваковой, а также вынести справедливое, незаангажированное решение по делу соевого завода. В свою очередь мы продолжаем следить за развитием событий, чтобы не допустить очередного рейдерского захвата предприятия. Сегодня в Женеве встречались советник президента США по национальной безопасности и секретарь совбеза России. По итогу переговоров Джону Болтону и Николаю Патрушеву не удалось подписать совместное заявление. Разногласия возникли из-за вопроса возможного вмешательства России в предстоящие выборы в Соединенных Штатах. Болтон заявил, что Америка этого терпеть не станет, и если будет нужно, примет меры. Кроме этого, стороны обсуждали ситуацию в Украине, Сирии и на Ближнем Востоке. Завтра Джон Болтон приедет в Киев, он примет участие в празднованиях ко Дню Независимости и встретится с украинскими чиновниками. Флэшмобы, шествия по центральным улицам и даже синий-желтый стяг из воздушных шаров. Во всех городах сегодня отмечают День украинского флага. А в какой атмосфере проходили эти мероприятия, давайте посмотрим. В Харькове День флага отметили крупнейшим флэшмобом. В центре города собрались около двух тысяч человек. Молодежь, волонтеры, воины, побывавшие на передовой, спортсмены. И у каждого с украинским флагом связана своя история. Когда поднимают флаги после награждения, именно на самом награждении, ты безумно горж, что ты представляешь эту страну, потому что это то, ради чего ты столько работал. Участники флэшмоба с желтыми и синими табличками в руках выстроились в колонны, поднимая цвета и перемещаясь. Составились сначала огромный синий-желтый стяг, а затем сердце и буквы ЮА. 700 участников приняло участь в акции, которая показывает, насколько мы любим Украину. Адже символ Украины една и объединяет сердце. Это мы довели и доводим каждого дня. Самые харьковьяны вкладывали великий вклад в то, чтобы наша независимость и наша территориальная целостность остались в тех рамках и не допустили войсковой агрессии на нашей территории. И харьковьян, большая количество харьковьян, вклали свой вклад для того, чтобы смецнить украинский прапор. В Ивано-Франковске празднования начались флэшмоба. Обычные люди развернули на площади большой синий-желтый флаг, после чего на Вечевой площади минутой молчания почтили память погибших за независимость Украины. В Черновцах сотни людей пришли на Соборную площадь. Там развернули сразу два флага – синий-желтый и красно-черный. Оба полотнища длиной по 25 метров. Участники акции пронесли по центральным улицам города. В Кропивницком военные 3-го отдельного полка подняли флаг, под которым держали оборону в Донецком аэропорту в мае 2014-го. На крыше старого терминала его установили военные с позывными «ДОК» и «Сандора», а еще Евгений Подолянчук, который погиб, защищая аэропорт. Покидая его, бойцы забрали стяг с собой. Его постоянно пытались убить. В те моменты, когда его флагшток шкодили, то хлопцы бегали и переустанавливали. Это был наш символ, на котором мы равнялись. И, соответственно, смотря на него, мы набирали силы. В Одессе день флага отмечали на Приморском бульваре. Праздничное настроение создавал Оркестр военно-морских сил. А на Потемкинской лестнице уже традиционно развернули знамя Украины. Акцию проводят ежегодно, и каждый раз длина флага увеличивается на метр. Сегодняшний достиг 27 метров. Ольга Паломарюк, Жанна Дучак, Светлана Шекера, Андрей Анастасов, Елена Брынза. Подробности телеканал Интер. И прямо сейчас, как мы и обещали, выступление президента по случаю Дня Украинского флага. А я с вами прощаюсь до завтра. Хорошего вечера и до встречи. День Державного прапора, напередодні Дня Незалежности, мы с вами отзначаем абсолютно невипадково. Логика в этой последовательности залезна. И именно под сино-жевтыми кольорами, с поколения в поколение, мы, украинцы, боролися и боремся за свою свободу и волю Украины. Сто лет назад, это, знаменно, стало официальным стягом Украинской Народной Республики и Захидно-Украинской Народной Республики, которые объединялись в Соборную Державу. Его решетили ворожие кули в национально-визвольных змаганиях. За него боролись Сибиром в эпоху шестидесятников. И с ним, наконец-то, мы, наконец-то, добились восстановление нашей независимости и восстановили власную державу 27 лет назад. Сим сино-жевтим прапором защищали баррикади на Майдане и ним мы вкривали загиблих героев Небесной Сотни. За цей прапор окупанти вбивали патріотов на Донбасе. Володимира Балуха, окупаційна влада в Криму, засудила лише за те, что он поднял в окупованном Криму над своим домом украинский прапор. Под небесным и пшеничным кольорами наша армія 2014-го року звільнила от окупантов большую часть окупованного Донбаса. Сино-жевті стяги маярять над звільненими местами и селищами. Маярять на боевых машинах, на блокпостах, над бліндажами, они не лишь напоминают про обовязок защищать родную землю. Они стали для наших воинів оберегами и символами нашей с вами спільной майбутньой перемоги. В Национальном музее истории Другой святой войны у нас має величезная экспозиция, в которой зберегаются 43 прапори сучасных стяги, які пропахли димом та посечені кулями. Кожен з цих прапорів має свою боеву историю. Серед них прапор, який встановили над входом до старого терміналу Донецького аэропорту і прапор, що височив над позиціями 93-ї бригади Збройных сил України на шахті Бутівка-Донецька. Державний прапор це є животворче та об'єднуюче начало. Він незалежно від національності, мови, релігії, гуртує всіх нас в єдине ціле українську політичну націю. Він об'єднує українців всього світу і таким самим символом як прапор, як герб, як гімн для нас є і наша українська мова. Ось чому протягом свого президентства я разом з парламентом, з урядом втілюю послідовно стратегію підтримки української мови. Українська мова стає дедалі більше і більше. Вона наповнює собою радіо, телебачення, кінематограф, книгарні про те, що 4 роки тому ми навіть і мріяти не могли. До мови повертаються ті, хто колись від неї відійшов. Її опановують ті, хто раніше не знав. І радіючи цим позитивним змінам, я хотів би щиро подякувати російськомовним громадянам України за розуміння і сприйняття наших зусил із розвитку державної мови. Ми всі патріоти України лише про любов до України кожен промовляє своєю рідною мовою. І днями соціологи оприлюднили дані опитування, яке тішить і приємно вражає. Вражає показниками патріотизму українців та гордістю за своє українське громадянство. Це точно чого не очікував побачити ворог. Втім, ці цифри лише підтверджують, що ми душею відчуваємо повсякденному житті, будуючи нову країну і захищаючи Україну від агресора. І саме в місті Дніпро і в області весною 2014-го стався корінний злам нашій боротьбі з російським планом з розчленування та знищення України. Саме мешканці цього краю, спадкоємці козацької слави, одним із перших стали на захист територіальної цілесності, суверенітету і незалежності нашої держави. Тут, так і не народившись, безславно загинула так звана Новоросія. Коли кілька тижнів тому я повідомив своєму офісу, своєї команді, що цього року традиційне підняття прапору вперше пройде не в Києві, а відбудеться у Дніпрі, ніхто з моєї команди навіть не спитав чому, бо ця ситуація є абсолютно очевидна. Тому що Дніпро. І цим все сказано. Десятки тисяч жителів Дніпра, жителів Дніпропетровської області, стали на захист вітчизни, в лавах Збройних сил, Національної гвардії, інших силових підрозділах, а попереду і в лавах добровольчих батальйонів. Молодший сержант Дніпропетровської 25-ї бригади Сергій Макавій, він родом з Кривого Рога, встиг взяти участь у звільненні десятків міст, сіл та селищ на Донбасі. І загинув в серпні 2014-го біля Жданівки на Донеччині. І саме прізвище Макавій, до речі, співзвучно з легендарними старозавітними братами Макавєєми, які підняли повстання проти тужинців на захист свого народу. Син десантника Данило Макавій теж обрав військову професію. Данило, ліцеїст Київського військового ліцею імені Богуна. Війна забрала в Данила батька. А важка хвороба і маму. Хлопцем зараз опікується Вадим Ляшенко, його дядько, теж учасник бойових дій. Данило, це той самий юнак, який зараз щойно разом зі мною піднімав державний прапор. Дякую тобі, Данило, і перед тобою, Данило, і перед воїнами, і перед усім народом. Хотів би поділитися переживаннями, яке не полишає мене за жодних обставин, яке давно мені не дає спокою. І не було жодного дня, щоб я про це не згадував, чи коли отримую зведення з фронту, чи коли підписую укази про нагродження загиблих українських героїв, чи коли, і це особливо важко, коли зустрічаюся з мамами, дружинами, дітьми, полеглих в боях, хлопців і дівчат. І зараз про це думаю, коли дивлюся на цей наш прапор, з яким наші воїни ідуть проти ворога. Понад чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані, неважлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, щодав обіцянку, яка не справдилася. І прошу за це вибачення. Це для мене дуже серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і до своїх обіцянок. Це дякую вам за це розуміння. Україна вимагає честої і відвертої розмови. І я з цього зробив висновки. Із самого початку слід було націлити всіх на тривалу і виснажливу боротьбу за те, щоб звільнити кожний клаптик української землі. Багато хто з нас весною 2014-го не усвідомлював реальної глибини тієї катастрофи. Тої катастрофи, яка сталася ще до війни. Українське військо, українську армію знищували, розброїли, роздягли, розікрали, розтащили. І багато хто з нас ситуацію розглядав як заколо цепаратистів в 2014-му. Так штучний, для цього не було ніяких приводів. Так організований з Москви, так нею профінансований, так озброєний з рослоїн торгу. Але все ж таки заколот. І лише згодом стало зрозуміло, що це ніякий не заколот. Це чергова, повномасштабна російська, українська війна. І ми, думали, швидко зібрали в кулак всі наявні на той момент ресурси. За лічені тижні звільнили від бойовиків величезну частину Донбасу. Десятки міст, сіл, селищ, мільйони людей були звільнені. І це сталося саме тому, що АТО реально наблизилися тоді до переможного фіналу. І Росія в серпні вдерлася на територію України вже своїми регулярними підрозділими. А це вже докорінним чином змінило військово-стратегічну ситуацію. І всі, всі наші розрахунки щодо ресурсів, щодо часу, щодо інтенсивності операції були зруйновані. Шлях був і є лише один. І цей шлях дуже простий. Нам з вами, спільно, дорогі українці, будувати сильну армію, здати триватне оборону супроти набагато чисельніших Збройних сил Росії. Причому, не лише на Донбасі, а на величезному периметрі кордону з Росією. І, друге, заручитися міжнародною підтримкою і забезпечити санкційний режим, який трохи вправляє мозок агресору і стримує його. Це те, що я прошу в наших партнерів. Єдності в усьому світі і солідарності з Україною. Цей шлях виявився з одного боку результативним та ефективним, з іншого, і це правда, довгим і виснажливим. І нічого ми не прагнемо більше разом з вами, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми, українці. І я хочу твердо наголосити, мир обов'язково настане на нашій землі. Мир, а не здача суверенітету. Мир, а не зрада. Забезпечити цей мир може єдність українського народу, боєздатна українське військо, яке день за днем стає все сильніше і сильніше. І впевнений, що спільними зусильними суспільства і відповідальною за обороноздатність влади ми це точно зробимо. Для нашої української армії важливим є і ракети, і гармати, і танки, і літаки. Але так само необхідним залишається і наш український прапор, який нас всіх об'єднує, прапор, який всіх нас веде до перемоги. Шановні співвітчизники, наш головний обов'язок і велика відповідальність перед загиблими, перед нинішніми і прийдешними поколіннями зробити зробити все можливе, щоб синьо-жовтий прапор одвічно майорів над усією Україною. Разом ми гідно здалаємо труднощі, ми точно переможемо, бо ми великий і єдиний європейський народ, український народ. Я щиро вітаю вас з днем державного прапора. Вітаю вас із прийдешним Днем Незалежності України. Сподіваюся, завтра, коли ми будемо святкувати День Незалежності, більшість з вас буде мати можливість подивитися військовий парад на честь Незалежності. Вітаю вас всім, дякую і слава Україні! Героям слава! Незалежності! 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 Незалежності!